Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим, даже особо-то обсуждать не будем, просто выкатим из ангара Т1Е6. Почему будем делать? Потому что Т1Е6 и Т7К появились сейчас на продаже. Я понимаю, что предложение исключительно для коллекционеров, потому что это очень глубокий песок, второй уровень, разговаривать практически не о чем. Предложение за реалмани, за 3 бакса вы можете приобрести 2 вот этих вот машинки, 2 легендарных камуфляжа, хотя, честно говоря, для второго уровня как бы даже не смешно. 2 места в ангаре, я не знаю, может это такой какой-то корявый способ выиграть себе 2 места в ангаре, потому что за 3000 голды, ну как бы дороговато. Объясню по поводу 3000 голды чуть позже. И смотрите, к каждой машинке идет еще открытое все оборудование. Но, ребят, оно настолько копеечное, что было бы странным, если бы разработчики заставили еще и даже вот эти крохи серебра тратить на то, чтобы открыть это все. Итак, почему я сказал 3000 голды? Потому что по моим калькуляциям, по моим подсчетам, грамотный донат, он стартует от 1 доллара за косарь голды. То есть, все, что идет дороже, это уже абсурдное предложение. Я не рекомендую вам его рассматривать. То есть, ну, если вы хотите свои кровные деньги вкладывать в кровную голду максимально грамотно, не рассматривайте предложения, которые дороже, чем 1 доллар 1 тысяча. А бывают предложения гораздо вкуснее. Бывают даже предложения, когда у вас, в принципе, косарь голды можно выиграть, я имею в виду в расчете. А если вы берете оптом, можно выиграть, допустим, по цене в там полдоллара в 70 центов за косарь голды. Поэтому, ребят, вот будем брать за основу 1000 голды 1 доллар, да? И тогда получается, что за 3 бакса сейчас предлагают вот этих двух малышей, 3 бакса, получается, 3000 голды. 3000 голды, в принципе, за такие деньги можно рассмотреть себе по каким-нибудь нормальным предложениям. Допустим, Т26Е3, если я правильно помню, продавали за 3500 золота. Т28HTC сейчас за 3500 золота стоит в магазине. Есть обзор у меня на канале, можете перейти по ссылочке, в конце видео обязательно добавлю. Короче говоря, ребят, есть ряд машинок, которые за 3500 голды гораздо выше уровнями можно себе приобрести. Данное же предложение это исключительно для коллекционеров. И, честно говоря, я вообще, ну, слабо понимаю, чем руководствуются люди, которые выставляют ценники на подобные машины. Потому что, согласитесь, 3000 голды за два танка второго уровня, ну, как бы перебор. Даже для коллекционеров, мне кажется, коллекционеры тоже, как бы, ну, слабо рассматривают такие предложения. Хотя, ребят, у каждого свой вкус. Если вам нравится коллекционировать, пожалуйста, коллекционируйте. Никто вам кривого слова не говорит, по крайней мере, у меня на канале. Я не считаю, что любое увлечение человека, оно может быть удостоено какой-либо критики. Каждый танцует так, как ему нравится. Возвращаемся к машинкам. Я не буду долго говорить о самой машине. Ради интереса просто зайдем, посмотрим на орудие. Орудие первого уровня. Никогда не обращаю внимания на вот эту вот конкретно цифру. Потому что здесь хоть 10 напиши. Им от этого толк не меняется. Короче говоря, ребят, что по характеристикам. Вниз минус 10, вверх 15. Это у нас барабан. Снаряды в магазине 2. Альфы 50. Пробитие 50. Короче говоря, за 2 шота делаете 100. При общем весе машины в 413. Получается, что только с 4 барабанов, возможно, вам повезет вынести себе подобного противника. Не очень удобно, честно говоря. Я считаю, что, ну, слабовато. Не, в принципе, слабоватое орудие, да. Понятное дело, что это не 8 уровень, не 10. Я имею в виду, что на своем уровне, если тебе необходимо перезаряжаться по практически 9 секунд, чтобы 2 раза шотнуть. И при этом тебе необходимо 4 раза это повторить по кругу, да. То есть получается 4 умножьте на 9. И вы поймете, о чем я говорю. В общем количестве времени, которое необходимо для того, чтобы кого-то отправить в ангар. Короче говоря, не сильно весело. А с учетом того, что есть еще большая цифра разброса, хотя время сведения очень красивенькое. Я думаю, что не сильно хорошо играется даже на своем уровне данная машина. Короче, понимаю, ребят, что появятся желающие там побросаться фекалиями в комментариях, что я очень как-то скурпулезно оцениваю песок, ребят. Но это танк, и я не могу просто взять его, выкатить его из ангара и сказать, вот вам, пожалуйста, смотрите, да. То есть мне хочется все-таки показать то, что я показываю всегда по танкам, показать характеристики машины. Возможно, кому-то, пускай даже одному из тысячи, из двух, из трех тысяч людей, которые посмотрят данное видео, ему будет это интересно и полезно. И даже если одному, то уже, слава богу, я не зря старался. Ну, а если вы за честные обзоры, если вы за то, чтобы вам не рекламировали то, что не стоит рекламировать, если вы не хотите слушать по поводу того, что вы прям обязаны придерживаться каких-то нормативов в игре, подписывайтесь на мой канал, я буду вам безумно благодарен, я стараюсь ради вас. Сделать вы это можете по желтому шильдику в правом нижнем углу, а я буду безумно благодарен за благовременно. Итак, ребят, что собой машинка представляет? Машинка единственное, чем действительно доставляет фан, это своей подвижностью. Здесь как бы, ну, не откажешь ей в этом. Вот сейчас ребята такие столпились, есть вторые уровни, третьи уровни, но мне, ну, прям совсем не хочется вообще ни с кем из них сталкиваться сейчас здесь. Вот я сейчас кинул, суммарно нанес на 106, отхватил на 23, слава богу, а не больше. И теперь жду своего времени для того, чтобы еще раз выехать и, возможно, еще в кого-нибудь шотнуть. Вот этот вот товарищ немножко меня смущает, он такой дерганный, туда-назад, туда-назад, очень хочется его забрать. Ну, наконец-то у меня получилось. Понятное дело, что кинули в меня и, видите, тройка для меня, в принципе, я бы сказал, ну, прям недостижимо, да. То есть я сейчас в круизера четверку целился, третьего уровня, и мне как бы, то есть, ну, ловить там, ну, прям совсем нечего. Я решил вернуться сюда назад и попытаться хотя бы чем-то помочь в тылу, поскольку против троек я герой такой себе. Соответственно, будем пытаться хоть чем-то помогать нашей команде. Вот я даже умудрился фраг сделать. Да, и, ребятки, кстати, к слову, я знаю, что перезарядить магазин можно просто нажатием кнопки С, либо любую другую, которую вы настроите. Просто привычка восьми лет, она берет свое. Поэтому иногда сбрасываю магазин в игре, именно просто выбрасывая последний или там несколько последних снарядов. Не знаю, честно говоря, почему всех нервирует, когда я так делаю, какая, в принципе, разница, чем я отбрасываю магазин. Кнопкой на мышке или кнопкой на клавиатуре. Ну, короче, это я, к слову, потому что меня не один раз пытались потюкать этим и побросаться фекалиями в меня, из-за того, что я, мол, не знаю, каким образом барабан отбрасывать. Так, ну что, поехали в тыл. У меня есть два снаряда. Я надеюсь, что с моим запасом прочности мне хватит, чтобы вынести хотя бы одного. Если я хотя бы одного вынесу, уже будет хорошо, уже помог команде. Ну, отправляемся на перезарядку теперь более грамотным, правильным способом, по мнению большинства, а именно нажатием кнопки С. Так, ну что, малыш, давай я в тебя немножко брошу. Ну, вот, как видите, против троек прям вот совсем-совсем грустно. Нечего мне против троек противопоставить. У нас осталась одна тройка и, ну, как бы, не знаю, насколько это хорошо или плохо, потому что, по большому счету, если его сейчас... Ну, да, его вынесли, не успел я договорить. Ну, вот, как бы вот так получилось. Товарищ валит деревья, хотя бы знаем, где он находится. Комментирую бой так, как будто бы играю на каком-нибудь там, я не знаю, 10 уровне на супер-прям танке. И прямо от этого боя что-то очень сильно зависит. Но мне, честно говоря, немножко скучно. Не знаю, почему. Наверное, потому что машинка не сильно веселит меня своими возможностями и способностями. Поэтому хочется хотя бы потрындеть в эфире. Так, ну что там у нас? Запачь прочности у товарища чуть-чуть доесть. Я сейчас попытаюсь заехать, поотвлекать, для того, чтобы этот гаврик не спустился вниз. Если он сейчас поймет, что я объезжаю и спустится вниз, он собьет захват однозначно. Ну, а если я сейчас втихую подъеду, то хоть пару тычек ему брошу, выиграю немножко времени. Уехал, да, таким? Вот гад. Так, хорошо. Уже попал. Ну, я уйду на перезарядку по одной простой причине, потому что с одного снаряда я его не вынесу, если вдруг он сейчас доберет нашего. Ну, и, ребят, я думаю, это победа. Победа офигенная. Я сделал целых 4 фрага. Но, честно говоря, я не знаю, почему какого-то удовольствия я не получил. Вот если я могу заброситься на чем-нибудь другом, допустим, на Т7К, ну, мне понравилось больше играть. Ну, вот честно. Говорю так, как есть. Короче говоря, ребят, вот такие результаты. 460 единиц урона, 462, и на втором уровне это важно. 4 фрага, знак классности второй степени. Я не знаю, может, эти машинки предназначены для того, чтобы мастеров брать. Может, кому понадобится. Что касается результативности по команде, ну, вот я там пасу задних, и, в принципе, вполне закономерно. Я не вылазил на передок, я не сильно много урона накидывал. Пытался в основном сейвиться, но это дало свои результаты, хотя бы победили. Уже приятно. И, ребят, по фарму, я считаю, что для второго уровня 21 тысяча фарма эта цифра довольно немаленькая. Возможно, для кого-то, кому прям совсем фармить надо, а чего-нибудь подороже купить не может, может, он себе и хочет купить две этих машинки для того, чтобы на них набивать себе серебро в копилку. Хотя, ну, я бы сказал, что идея такая себе, проще купить себе там шестерку, семерку, а, возможно, даже и восьмерку по скидке, доплатив каких-то 500 голды, а может, тысячу, и взять что-нибудь себе повеселее, поувесистей. Но какой есть, такой есть Т1Е6. Это был честный обзор на данную машинку. Как я говорил, если вы за честные обзоры, пожалуйста, по желтому шильдику внизу. Подписывайтесь на мой канал, я буду вам безумно благодарен, я стараюсь ради вас, и я ни в коем случае никогда не буду вам рекомендовать чего-либо, потому что я знаю цену кровной голде, и ни в коем случае не буду рекомендовать чего-либо, имеется в виду чего-либо, что может быть марно-тратничеством с вашей стороны, чтобы вы потом не расстраивались. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.